МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такую задачу поставил в послании президент страны. Сегодня на полях агрофорума, который прошел в Астане, об этом напомнил премьер-министр Бахджан Сегентаев. Ряд мер уже принимается. В частности, казахстанская мука, масленичные и бобовые культуры отправляются на рынки Ирана и Турции. Предусмотрен ряд реформ о ветеринарии и разработке единых фитосанитарных требований. Глобок Абмина напомнил министру сельского хозяйства о необходимости увеличения экспорта мяса в западные регионы Китая. Всего же с начала года было экспортировано 9,5 тысяч тонн мяса крупнорогатого скота. Вместе с тем глава государства поздравил казахстанских диханий с успешным завершением уборочных работ. Соответствующее поздравительное письмо зачитал премьер-министр Бахджан Сегентаев. Несмотря на плохую погоду, тот объем продукции, который вы собрали в этом году, является огромной заслугой. Было собрано более 22 миллионов тонн зерновых и бобовых культур. Этой продукции хватит не только обеспечить внутренний рынок, но и экспортировать товар за рубеж. Это еще раз доказывает, что Казахстан стоит в ряд с самыми крупными производителями зерновых. Благодаря реформам в сфере сельского хозяйства увеличилась инвестиционная привлекательность этой стратегически важной отрасли. Государство и дальше будет поддерживать агропромышленный комплекс, внедрять в эту сферу новейшие технологии, увеличивать производительность труда и повышать глобальную конкурентоспособность. Поправки в республиканский бюджет, ратификация меморандума о сотрудничестве с Индией и договор о демаркации казахстанско-кыргызской границы. Эти еще несколько вопросов рассмотрели сегодня депутаты Сената парламента на пленарном заседании. Марк Брешко расскажет, каких. 120 военных отправят Казахстан в Ливан. Они будут служить вместе с индийскими военнослужащими. Сенат парламента ратифицировал меморандум между правительствами нашей страны и Индии. Документ предусматривает совместное развертывание вооруженных сил двух государств во временных силах ООН. Командование управления и штаб батальона из 730 военных обеспечит индийская сторона. При участии в боевых действиях наших военнослужащих, которые войдут в состав миротворческого контингента, в случае получения ими ран, увечий, предусмотрены ли какие-либо социальные гарантии, льготы или специальные программы реабилитации для них? В нашем национальном законодательстве это вопросы регламентированы в законе о статусе военнослужащих, о воинской службе статусе военнослужащих, а также в законе о миротворческой деятельности, в котором предусмотрены выплаты в случае получения ранений, увечий, в зависимости от степени их тяжести, от полумесячного денежного содержания до пятилетнего денежного содержания. 9 миллиардов тенге на обеспечение жильем военнослужащих, почти 10 на ускорение проектов по строительству жилья, объектов образования, инженерной инфраструктуры и газификации. Эти и другие предложения звучали во время обсуждения поправок в республиканский бюджет до 2020 года. Их приняли. Изменения внутри расходной части бюджета осуществлены по трем направлениям. Во-первых, реализация поручений главы государства по изменению административных статусов и развитию городов Шимкента и Туркестана. Во-вторых, реализация поручений президента, данных в ежегодных посланиях народу Казахстана с дополнительным финансированием. В-третьих, проектом уточненного бюджета предусмотрено финансирование по проектам, идущих с опережением срока строительства, а также обеспечения ранее принятых обязательств. Проголосовали депутаты и за ратификацию договора о демаркации казахстанско-кыргызской границы. Ее протяженность составила свыше 1200 километров. Также на заседании ратифицировали конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации. Марк Брюшко, Айдос Медельбеков, Хабар-24, Астана. Астане впервые начали производить безглютеновые продукты. Инновационная разработка принадлежит ученым Казахского научного исследовательского института переработки сельхозпродукции. По их словам, большая часть больных целиакии, врожденная непереносимостью белка, это дети от 2 до 12 лет. В пищу они принимают импортную безглютеновую продукцию. Она содержит большое количество вредных веществ. Продолжит Марала Манжолова. Безглютеновые кексы, печенья, каши, макароны и даже тесто для бешбармака. Все эти продукты пока в лабораторных условиях производятся столичными учеными. В качестве сырья выбраны укуруза, рис, гречи, хапроса и лен со всего Казахстана. По результатам исследований в данных культурах, глютен в той форме, в которой он вызывает целиакию, отсутствует. Целиакия – это непереносимость глютена, который содержится в зерне злаковых культур. Выход из сложившейся ситуации – только пожизненная диета, безглютеновая. В некоторых семьях даже имеется по четверо детей, которые болеют этим заболеванием. Анализ рынка безглютеновой продукции показал, что 100% присутствует только импортная продукция, которая в 10-12 раз превышает стоимость обычной продукции. К примеру, килограмм безглютеновой муки стоит 3000 тинги, 200 грамм печенья – около 2000. Усложняет ситуацию и то, что импортная продукция содержит большое количество крахмала и добавок. Отечественные исследователи намерены производить собственную продукцию, не уступающую по качеству, но значительно уступающую по цене. Безглютеновую продукцию в Казахстан завозят из Италии, России, Америки и Польши. Эти продукты не всегда доступны жителям Казахстана, страдающими целиакией. Мы же хотим производить изделия с минимальным количеством искусственных добавок и по значительно сниженной цене. Также ведем исследования по разработке других продуктов – безлактозных, молочнокислых, пектиносодержащих, масложировых, без содержания трансизомеров и на основе зернобобовых культур. Целиакия проявляется замедлением роста, ломкостью костей, анемией, а также психоневрологическими и аллергическими проявлениями. По результатам проведенного институтом анкетирования эта болезнь достаточно молодая. Большей частью ею страдают дети до 12 лет. 17% больных целиакии – молодые люди, а 21 до 35 лет. В целом это порядка 400 человек по официальным данным. Доработать технологию производства безглютеновой продукции ученые планируют в течение трех лет. Если исследование завершится успешно, она появится на полках отечественных магазинов уже в 2020 году. Марала Манжолова, Марадиханбаев, Астана, Хабар, 24. Акимат Астанеза, Жилстрой Сбербанком, помогут купить квартиры по программе 7-20-25. Но не всем, а лишь учителям, врачам, работникам соцсобеспечения и полицейским. В городской администрации уже разработали проект. Он избавит от необходимости копить полную сумму первоначального взноса, вместо этого предоставит сертификаты стоимостью 1 миллион тенге. Это даст возможность покрыть часть суммы от 20%, которая необходима для оформления ипотеки. Этой возможностью смогут воспользоваться всего 100 семей. Сертификаты распределят до конца года. Придя с первоначальным взносом в Жилстрой Сбербанк, то есть они имеют право уже, если подтвердять платежеспособность, получить кредит в Жилстрой Сбербанке, подобрать подходящую квартиру и уже проживая в своем собственном жилье, оплачивать арендную плату. Так как у многих проблем, указанной категории граждан, что они не имеют возможности ввести достаточное накопление своего жилья, потому что, как правило, приезжая сюда в город, у них вся проблема, у этих учителей и врачей встает, что вся проблема у них уходит на съем жилья, и поэтому они не могут самостоятельно осуществлять накопление на покупку своего собственного жилья. Тарифами на коммунальные услуги заинтересовалась Генеральная прокуратура. Надзорный орган обнаружил многочисленные финансовые нарушения со стороны монополистов. Многие электростанции долгое время работали по необоснованным тарифам. Они привели к росту цен на электроэнергию для потребителей. В итоге общая сумма сверхприбыли составила 29 миллиардов тенге. К примеру, в компании «Астана Энергосбыт» указали, что будут приобретать электроэнергию по одной цене, а фактически покупали ее в два раза дешевле. В результате с жителей столицы получено на 2,6 миллиардов тенге больше. По аналогичной схеме действовали снабженцы в Атраусской, Алматинской, Актюбинской, Казалардинской и Восточно-Казахстанской областях. В этих регионах они необоснованно получили 1 миллиард тенге. Тарифы с молчаливого согласия антимонопольного ведомства, с одной стороны, необоснованно включаясь в премии и бонусы своим работникам, а также вознаграждения по кредитам. С другой, в целях увеличения затрат специально создавались аффилированные различные, в том числе и сервисные предприятия для ремонта и покупки оборудования по завышенным ценам. В дальнейшем незаконно полученная прибыль выводилась через обнальные компании. Перечисленные искусственные расходы погашялись за счет населения, а монополисты на этом нечестно обогащались. Одной из основных причин сложившейся ситуации стал ненадлежащий государственный контроль, который оказался размытым между двумя министерствами энергетики и национальной экономики. Ставя перед министерством вопрос о снижении тарифов, мы не требуем загнать производителей в убыток. Мы хотим лишь одного, чтобы они умерили свои аппетиты. Ведь последние три года монополисты, не имея никаких обязательств, исправно получают сверхприбыли. Со следующего года нам говорят о том, что будут повышаться цены. А сейчас мы вынуждены начать совместное с Министерством энергетики проверки, чтобы вывести реальную себестоимость. Возникает вопрос, а почему уполномоченный орган не делал этого раньше? Санкции суда арестован экс управляющий директор АО РБК Банк Ассалбек и Галиман. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 миллионов тенге в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров. По данным прокуратуры, похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов. На свою долю Галиман построил дом в престижном районе Алматы. Сейчас на него наложен арест. Цифровизация не отрасль, а революция. Слова своего президента сегодня процитировали граждане Пятой Республики на франко-казахстанском форуме. Сегодня Франция является лидером в области цифровизации и охотно делится своим опытом с Казахстаном. Форум продлился весь день, и отечественные госслужащие и бизнесмены узнали много нового. Асхат Ниязов готов рассказать все самое интересное. Нужно ли создавать свой Google или Microsoft? Как должна работать IT-система в аэропорту? Как вызвать доверие сайта по продажам квартир? Вопросов специалистам и бизнесменам из Франции задавали много. Все это в такой непринужденной форме, которую поддержал даже министр информации и коммуникаций. Добро пожаловать в Казахстан. Пейн-веню о форум Нью-Нью-Нью-Нью. Важность этого, как было сказано в пресс-релизе, впечатляющего события в том, что именно Франция стала первой европейской страной, которая поделилась цифровым опытом с Казахстаном. А делиться им есть чем. Французский рынок услуг цифровых программных продуктов в конце 2018 года должен достигнуть почти 57 миллиардов евро. А еще... Вы, наверное, не знаете, что это француз придумал кредитные карты. Не знаете. Это француз в 70-х годах прошлого века. То есть до интернета у нас была старая версия интернета, которую назвали Minitel. То есть это в 60-70-х годах прошлого века. Мы начали очень-очень давно. Так что же получается? Франция цифровизируется лет 50, а мы серьезно взялись за это дело буквально несколько лет назад. Но уже этот форум проходит в здании Astana Hub, где на днях должен открыться целый парк IT-стартапов. Электронное правительство охватывает все большее население. Неплохо идем. Если посчитать, то даже, простите, опережаем. Теперь давайте работать вместе. Как говорится, одна голова хорошо, а две могут цифровизировать все общество. Начнем с экономики. Компания Total уже сотрудничает с Казахстаном на Кашагане. Мы предлагаем такие цифровые технологии, которые в корне улучшат вопросы безопасности и уменьшат себестоимость нефти во всей нефтегазовой промышленности. Свой Google или Microsoft в стране не нужен. Слишком дорого. Да и зачем, если есть уже готовый продукт. IT-система в аэропорту должна быть такая, чтобы визы не нужны были, чтобы о каждом пассажире выдавалась вся информация. Сайт по продажам квартиры вызывает доверие за счет профессиональных фотографий. Мол, если фотограф выезжал, значит, все серьезно. На все интересующие вопросы получены ответы. И, кстати, неожиданно было узнать, что даже во Франции проблема номер один в цифровизации – переломить сознание граждан. Так что здесь мы тоже похожи. Асхат Ниязов, Асхат Карайкуйшеев, Хабар 24, Астана. 23 IT-компании из Казахстана представили около 60 своих проектов на форуме в Узбекистане. Отечественный цифровой десант возглавил заместитель премьер-министра страны Аскар Жумагалиев. В течение двух дней узбекской стороне будут презентованы программы и мобильные приложения, разработанные в Казахстане. Затрагивают они такие сферы, как информационные технологии, телекоммуникации, здравоохранение и образование, смарт-сити, транспорт и безопасность, а также экономику и финансы. Узбекские власти и бизнесмены проявили интерес к предлагаемым IT-проектам. Уже сегодня было подписано три меморандума о сотрудничестве. На завтра же намечены еще ряд встреч и переговоров. Мы ищем различные точки соприкосновения. Допустим, по мобильному приложению смарт-сити мы готовы инвестировать сюда. Мы сейчас прорабатываем эти вопросы. То есть приложение уже будет самоокупаемое. Будут казахстанские инвестиции и, возможно, мы найдем здесь партнера локального. Будем совместно этот проект реализовать. За эти два дня, я думаю, удастся проработать, то мы планируем с Хакиматом подписать соглашение или меморандум. Медицина по новым стандартам. Спустя 40 лет в Астане приняли обновленную декларацию по первичной медико-санитарной помощи. Документ согласовали свыше 100 государств. Ожидается, что это станет толчком для модернизации современных медицинских услуг во всем мире. Каких перемен стоит ждать пациентам, выяснял Ярнур Доржанов. Вот она, новая веха в истории мировой медицины. Спустя 40 лет после принятия Алматинской декларации первичная медико-санитарная помощь обретает новые грани. Видоизменение заболеваний и бурное развитие IT-технологий ставит новые стандарты. В 1978 году просто приняли декларацию, но не было четкого плана ее внедрения. А что делать дальше? А в этот раз все страны решили не просто принять Астанинскую декларацию, но сделать четкий план внедрения этой декларации. И этот план внедрения будет периодически проверяться, мониторироваться со стороны Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН. Во Всемирной организации здравоохранения приводят плачевную статистику. В прошлом году в мире из-за отсутствия качественной первичной медицинской помощи погибли свыше 6 миллионов детей. Эти ужасающие показатели могли быть другими, если бы страны уделяли должное внимание предупреждению болезни. Астанинская декларация позволит провести работу над ошибками и выстроить новую стратегию в работе медицинских служб. Один из важных моментов в документе – повышение квалификации врачей. В новых условиях нужны новые знания. Всемирная организация здравоохранения уделяет особое внимание прокачке навыков. Мы предоставляем обучающие ресурсы, подробно объясняем роль первичной медико-санитарной помощи и стараемся открывать новые возможности для повышения квалификации специалистов. Специалисты должны чаще обмениваться опытом со своими коллегами. Если раньше люди умирали от эпидемии, то сегодня над человечеством нависла иная угроза – неправильное питание, малоподвижный образ жизни и вредные привычки. В этих условиях корректировка курса первичной помощи позволит сохранить миллионы жизней. И активное участие самих пациентов тоже немаловажно в этом деле. ПМСП сегодня, вот эта первичная медико-санитарная помощь, она сегодня работает уже с другим пациентом. В отличие от 40 лет назад, когда пациент свято верил первому совету врача. И сегодня вот это значение медицины – поднять вот этот статус пациента, сделать его своим советчиком, своим единомышленником в лечении, так сказать, в диагностике, профилактике сначала очень многих заболеваний, не допустить до развития тяжелых заболеваний, которые очень дорого стоят государству и здравоохранению. Предполагает декларация и модернизацию служб скорой помощи и санавиации. Здесь казахстанским специалистам есть чем гордиться. На обозрение участников представили новое технологическое решение в лечении тяжелобольных пациентов. С виду этот фургон напоминает карету скорой помощи, но стоит заглянуть внутрь, как понимаешь, что не все здесь так просто. Это уникальный в своем роде передвижной медицинский комплекс. Оснащен он аппаратом искусственной печени и почки. Мобильный центр позволяет провести экстренно такую жизненно важную процедуру, как гемодиализ. Астанинский документ станет основополагающим для всех стран-участниц и определит дальнейший вектор развития всей системы первичной медпомощи. Самая же главная задача – обеспечить равные права на получение медицинских услуг. Финансирование государственной программы с дипломом в село необходимо увеличить в Жамбулской области. В этом убедились депутаты Можелеса парламента страны во время рабочей поездки в регион. Можелесмены подчеркнули, что данная программа поможет решить дефицит кадров в медицине и образовании. В области немало молодых специалистов, и они готовы работать в селах. Но единственная преграда – нехватка денег. На встрече с молодежью Жамбулского региона народные избранники выслушали предложения и их проблемы. Понимались вопросы трудоустройства воспитанников детских домов, размера заработной платы и строительства сельских клубов. Здесь же Можелесмены подробнее рассказали о возможностях государственных программ и проектов. В частности, они отметили, что для тех, кто желает начать свое дело, большие возможности предоставляет проект «Бастау Бизнес». Смотрю за вопросами реализации этой программы, какие есть недостатки у нее. В Байзакском районе за 10 месяцев только открыто 70 новых бизнес-проектов. Это очень хороший показатель. Но, как выяснилось, денег не хватает. Последним обученным «Бастау Бизнес» программой уже в областном бюджете средств для них не оказалось. Эти вещи мы тоже взяли себе в проработку. Я сейчас буду выяснять, сколько по районам всего средств не хватило. И, конечно, эти вопросы мы будем поднимать. Всего один день на регистрацию недвижимости. Сегодня эта популярная услуга успешно оказывается во всех филиалах Государственной корпорации правительства для граждан. За три месяца ей уже воспользовались свыше 300 тысяч казахстанцев. Также офисами Госкорпорации оказано 360 тысяч информационных услуг. Среди них выдача сведений из правового кадастра, копии правоустанавливающих документов. После передачи Министерством юстиции этих функций весь процесс переведен в электронный формат. Теперь на обработку информации по сделкам уходит всего 24 часа. Сегодня в Алматы члены Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе парламента депутаты Балаим Кисибаева и Снежана Имашева посетили БЭК и фронт-офисы. Корпорации ознакомились с новым форматом работы и оказания услуг населению. Как рассказал председатель правления Госкорпорации правительства для граждан Аблайхан Успанов, государственная база данных регистр недвижимости работает без сбоев. По республике эту деятельность осуществляют более 800 сотрудников. Часть из них – это действующие работники корпорации, часть принята на работу из департаментов юстиции. Теперь решается задача перехода от бумажного варианта тех паспортов на объекты недвижимости к электронному. Для ускорения процесса сейчас проводят работу по переводу всех данных в электронный архив. В ближайшее время мы планируем запустить работу по электронной постановке залога на недвижимость. Мы планируем полностью дать возможность, чтобы гражданин и банки осуществляли это все в онлайн-режиме и моментально постановка и снятие залога недвижимой общества осуществлялась, то есть обременение осуществлялось полностью в онлайн-формате. В данную сферу мы применяем такую новейшую технологию, как блокчейн, для того, чтобы полностью обезопасить весь этот процесс. Продление дорожной карты бизнеса до 2020 до 2025 года стимулирует развитие производства обрабатывающей промышленности. В этом убедились сегодня мажоресмены, побывав на масложировом заводе в Алматы. Предприятие и раньше работало по этой госпрограмме, но теперь появилась возможность модернизировать еще один цех. Здесь решили воспользоваться льготными кредитами и субсидиями, которые предусмотрены дорожной картой. Будут созданы дополнительные рабочие места. Сейчас предприятие обеспечивает местный рынок, но у него есть хороший экспортный потенциал. Чтобы реализовать его, необходимо его полностью обеспечить казахстанским сырьем, которое поставляют фермерам. Поддержка аграрного сектора тоже предусмотрена в послании, говорит вице-спикер Мажелиса Гульмира Исимбаева. Глава государства дал поручение повысить экспортоориентированность нашей продукции в 2,5 раза. И каждый пункт данного послания, он подтвержден финансово. И вот 31 числа парламент Мажелиса будет рассматривать трехлетний бюджет, в котором как раз почти полтора триллиона тенге будет предусматриваться на реализацию этого беспрецедентного социально ориентированного послания главы государства. На этом предприятии очень активно используют дуальное образование. Вы знаете, что развитию дуального образования у нас уделяется огромное значение, но тем не менее процент дуального образования на предприятиях еще не совсем высок. На этом предприятии каждый вновь поступающий работник, он проходит обязательно повышение квалификации или обучения на своей собственной базе. Более миллиарда долларов инвестиций планируют привлечь в Туркестанскую область в 2019 году. В регионе намерены запустить три крупных предприятия. Завод по переработке верблюжьего молока, завод по производству искусственного волокна и завод по производству алюминиевых профилей. Помимо этого, за счет французских и немецких инвесторов в области строят две солнечные электростанции мощностью 13 мегаватт на общую сумму 56 миллионов долларов США. Еще один инвестпроект реализуется в Сайрамском районе, где возводят огромный тепличный комплекс в площаде 11 гектаров. Всего в Туркестанской области в разработке 10 инвестиционных проектов на полмиллиарда долларов. Мы ведем переговоры с несколькими крупными компаниями. В следующем году надеемся привлечь более миллиарда долларов инвестиций. В целом, инвестиционный потенциал Туркестанской области выше, чем у других регионов. У нас густонаселенный регион, то есть нехватки трудовых ресурсов нет. Через нашу область проходит множество железнодорожных путей и трасса Западная Европа-Западный Китай. Живописная природа тоже хороший фактор для привлечения иностранных инвесторов. 168 карагандинских школьников приняли в Казеты. Удостоверение о будущем стражам порядка вручали полицейские в звании не ниже полковника. Учащиеся школ, которые обучаются по профильному правоохранительному курсу, в торжественной обстановке поклялись чтить традиции своих старших товарищей. Казетские классы действуют в шести учебных заведениях Караганды. В 2007 году впервые открылся Казетская школа в 91-м школе в городе Караганды. Сейчас уже до шести школ поддержали. Глава государства свое послание сказал, что следующий год – это год молодежи, это патриотическое воспитание. У меня дядя работал военным, он служил и сейчас служит. Я хочу стать будущим полицейским, чтобы защищать свою родину, быть патриотом своей родины. Люблю спортом заниматься и хорошо учусь. Ровно через месяц в столице Беларуси соберутся юные таланты со всей Европы. Минск примет Детское Евровидение 2018. Впервые в истории конкурса участвует в нем и представитель Казахстана. Критики уже отнесли Данелю Тулейшеву к числу наиболее сильных конкурсантов. Однако победить будет не так просто, ведь в Минске в этом году соберется рекордное число участников. Как город готовится к грандиозному шоу? Материали нашего корреспондента Дмитрия Лукша. После объявления Минска столицей Детского Евровидения 2018 ажиотаж вокруг конкурса утих на несколько месяцев. Лишь в музыкальных студиях по всей Европе изо дня в день продолжали оттачивать мастерство юные музыкальные герои своей страны. Новая волна популярности накатила на конкурс совсем недавно. В продажу поступили билеты на финальное шоу. Поступили и почти сразу перешли из касс в руки зрителей по всему миру. Теперь работа закипела на концертных площадках, а также в рядах волонтеров. Музыкальные гидбригады будут закреплены за каждой фан-зоной, за каждой гостиницей и за каждым участником. Главная задача волонтеров сделать все, чтобы конкурсанты чувствовали себя как дома. Нашу шоу называют нянечками мировидением, потому что мы следим и за питанием конкурсантов, и за их времяпровождением. Мы уже подготовили карту Минска, куда можно будет сходить свое свободное время от репетиции. Конечно, хотелось бы, чтобы от Минска у них осталось только приятное впечатление. И, конечно, главное, чтобы они думали только о своей победе, о своем конкурсе. Моральная поддержка Данелии в Беларуси уже, кажется, тоже обеспечена. Организацией едва ли не настоящего фан-клуба конкурсантки занялась диаспора Казахстана в Беларуси. Эта семья, как и десятки других, постараются как минимум словом поддержать свою звездочку. Тем более, что за плечами казахстанцев множество побед на творческих конкурсах Беларуси. Это и фестивали дружбы народов, и славянский базар. Видимо, настала очередь и Евровидения. Мы, конечно, все знаем о том, что в этом году Казахстан дебютирует на Евровидении и представляет песню «Озинесен» в исполнении талантливой Данелии Тулешевой. И, конечно, мы все семьями собираемся посидеть данное мероприятие. Мы будем 25 ноября в Минской арене поддерживать и болеть за нашу Данелию. И мы будем очень надеяться, что Данелия почувствует нашу поддержку. Преемственность поколений не чужда не только казахстанцам, но и творческим кругам Беларуси. Слова поддержки Данелии высказала ныне звезда белорусской эстрады, а в прошлом участница детского Евровидения 2003 Ольга Сатюк. 15 лет назад Оля также доводилась к первой представлять родную страну на столь важном конкурсе. Оглядываясь назад, сегодня певица точно знает, чего ждет от дебютанта, сцена и зрителей Евровидения. Для начала это будет шаг и в жизни Данелии, и в жизни страны, потому что прямо сейчас будет писаться история. И она будет начинаться с ее имени для этого конкурса. Поэтому это, ну, с одной стороны, очень волнительно, потому что у истоков первым Гагарином от этой страны будет именно она. Поэтому я хочу, чтобы она испытала самые лучшие эмоции. Еще она девочка, безусловно, она не сможет не дотронуться до сердец телезрителя и не найти в ней ход. Но я уверена, что это будет хорошо, это будет грандиозно. Часы Евровидения уже дали обратный отсчет. Через несколько недель в Минск начнут съезжаться руководство конкурса, а также режиссеры и постановщики шоу. Пока же идут съемки визита конкурсантов, их содержание держится в секрете. Кстати, под завесой тайны и формат голоконцерта, однако организаторы уверяют, что он удивит всех. Что ж, при таком уровне подготовки победа триумфатора окажется наиболее значимой. А ждать его или ее имя осталось совсем недолго. Дмитрий Лукша, Константин Никоноров, Хабар-24, Минск, Беларусь. Отмечу, наша съемочная группа отправится в Минск. Мы будем внимательно следить за выступлениями Данелии Тулешевой. Вас ждут прямые включения с конкурса и эксклюзивное интервью. Напомню, что агентство Хабар выступило организатором национального отборочного тура. Не пропустите. На этом пока все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова